Здравствуйте, ребят! Здравствуйте, мальчики и девочки! Нюся! Нюся, а знаешь, о чем я сегодня подумал? О чем, Афоня? О том, сколько же мы с тобой уже знаем художников. Ой, много! И вот я уже попытался их сосчитать и сбился со счета. Ну, давай вместе попробуем вспомнить, и наши телесрители нам могут помочь, правда? Верно, ребята, вспоминайте вместе с нами. Итак, мы знакомы с художниками-импрессионистами. Это раз. Польгоген. Ага, правильно. Потом, смотри, Клод Мане. Ага, еще есть Эдуард Мане. Так, так, кто же еще? А, еще Ренуар, Ренуары, помнишь? Да-да-да-да-да, был такой Шишкин. Шишкин, он написал картину Мишки в Шишкином лесу. Вернее, это утро в сосновом бар. В общем, я их все время путаю. А еще, еще Саврасов и Айвазовский. Куинджи, Куинджи мы недавно проходили. Левитана. А еще такой современный художник был Яцек Йорка. Помнишь? Да, был такой, по-моему. По-моему, у нас ничья с тобой. Здравствуйте, девочки и мальчики. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Катя. Катя, а мы тут художника вспоминали с Афони. Да, мы художника вспоминали. Ну что ж, вы просто молодцы. Кстати, как раз сегодня я и хотела заняться повторением. Вспомнить художников и картины. Ой, здорово. Давайте скорее повторять. Ага, давайте. Ребята, а вы присоединяйтесь к нам. И вспоминайте вместе с нами. Ну что ж, вот первая картина. Скажите мне, кто художник и как она называется? Так это очень легко. Это мы на прошлом уроке проходили. Да, картина называется «Золотая осень». Девитана. Правильно, эта картина называется «Золотая осень». Я надеюсь, ребята, что вы ее запомнили. А вот следующая картина. Вспоминайте, кто художник и как она называется. Ну, конечно, конечно, это Айвадовский. А называется она «Девятый вал». Молодцы, правильно. Ребята, а вы вспомнили эту картину? А вот следующая картина. Ой, что-то я забыл, кто художник. А по-моему, 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 Воснецов. Правильно, художник Воснецов. Ну, а как называется картина? Дай-ка, дай я попробую вспомнить сейчас, сейчас, сейчас. По-моему, она как-то очень просто называлась. Это же и сказки про Аленушку и братца Иванушку. Вот. А может быть, она так и называется Аленушка и братец Иванушка? Нет, эта картина называется Аленушка. А, просто, просто Аленушка. Просто Аленушка. Ребята, я думаю, что вы помните эту картину. А вот следующая картина современного польского художника. Вспоминайте, как его зовут. А я запомнила, я запомнила. Его зовут Яцек Йорка. Он мне очень понравился. Он мне такие необычные картины и не заставляет задуматься. Правильно, этого художника зовут Яцек Йорка. Клубничный пляж. Как бы хотелось побывать на таком пляже. Правда, ребята? Ага. А вот следующая картина. Вспоминайте художника и как она называется. Это очень просто. Грачи прилетели. Это я помню. Да, нарисовал ее с аврасом. Молодцы. А вот еще одна картина. О, как раз мы сегодня ее вспоминали. Утро в сосновом лесу все-таки, по-моему. Правильно. Утро в сосновом лесу. А нарисовал ее Шишкин. Молодцы. А вот следующая картина, с которой мы совсем недавно с вами знакомились. Ну, это Куинджи. Березовая роща. Молодцы. Абсолютно верно. Куинджи, березовая роща. Ну, а последняя картина. Давайте вспоминайте. Ну, это же очень просто. Это же мой любимый художник Яцек Йорка. Да, 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 да. По-моему, она называется Перевертыш. Ну, что ж, правильно. Это опять Яцек Йорка. Я думала, что вас подловлю. А оказывается, нет. Правильно вспомнили. И эту картину можно смотреть с четырех сторон. Вот такая вот интересная картина. Ну, что ж, сегодня у нас с вами был урок повторения. Ведь повторение нам всегда помогает лучше запомнить. А сейчас наш урок подходит к концу. Всего вам самого доброго, малыши. До свидания, мальчики и девочки. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok